Чешские журналисты заставили электрический кроссовер Tesla Model X покорять настоящее бездорожье. Благодаря клиренсу в 220 мм, полному приводу и характерному для электромобиля точному управлению тягой, кроссовер преодолел не только лужи, но и вскарабкался на крутые склоны. В ролике участвовала модификация P100D, оснащенная двумя электромоторами общей отдачей в 100 кВт-часов или 762 л.с. и 967 Нм крутящего момента. Увы, в России Tesla так официально и не представлено. Однако автомобили по цене 11,5 млн. рублей поставляет к нам, например, московский клуб Tesla. Кроме того, анонсирован прием заказов на новый компактный кроссовер Model Y, хотя его производство стартует только осенью следующего года. В России заявлены три модификации. Самая доступная – это Long Range с задним приводом и аккумулятором на 75 кВт-часов. Запас хода составляет 83 км, а разгон до сотни – 5,8 секунды. В этой комплектации Model Y оценен в 4 млн. 800 тыс. рублей, а топовая версия Performance с полным приводом стоит 6 млн. 200 тыс. рублей. Энтузиасты из Международной Ассоциации Наземных Гонок установили новый рекорд максимальной скорости для дрэгового маслкара Dodge Challenger SRT Demon. С опционным пакетом Demon Crate, который включает тонкие колеса и особый блок управления, удерживающий пиковую мощность, рукдверка разогналась до 340 км в час, хотя заявленная максимальная скорость – только 270. Таким образом, маслкар стал в один ряд с Porsche 911 GT2 RS и суперкаром McLaren Senna. Восьмицилиндровый двигатель Dodge при объеме 6,2 выдаёт 850 л.с. и 1044 ньютон-метров крутящего момента. Субтитры создавал DimaTorzok